Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня мы с вами поговорим о зимней спальной системе. Уже выходил ролик про спальную систему для межсезонья и теплого времени года. Сегодня сосредоточимся на холодах. Зимняя спальная система. Что это такое? Как спать в походе, чтобы у вас ничего не отмерзло? Давайте разбираться. С чего же начать установку палатки зимой? Как обычно с футпринта. Это некая подложка под палатку, которая защищает ее дно от веток, шишек, острых предметов, намокания, грязи, смолы и прочих неприятностей. Ваша палатка будет вам служить дольше, если пользуетесь подобной подложкой. Она не обязательно должна быть тканевой, как у меня. Она может быть выполнена из пленки, из каких-то других материалов. Часто для зимы используют фольгированную теплоизоляцию, которую укладывают в полы и которую используют в строительстве. Достаточно неплохой вариант добавляет дополнительной теплоизоляции вашему спальному месту. Но у меня хороший ковер, поэтому мне такая штука не нужна. Но вы возьмите на заметку, это действительно рабочая штука. Многие еще также используют коврик на стекло грузовых автомобилей. Такая штука, которую дальнобойщики лепят себе на лобовое стекло, чтобы у них кабина не выгорала, если они надолго оставляют машину на солнце. Я буду пользоваться обычным тканевым тентом. Кстати, многие говорят, что футпринт зимой не так важен, потому что снег сглаживает все углы, острые предметы остаются под снегом. Так-то оно так, но все равно дно палатки, особенно если случается какая-нибудь оттепель, может намокать, может пачкаться. Поэтому я все-таки за футпринтик. Футпринт постелили, сверху можно устанавливать палатку. Вы палатку, да, фантазируйте сами, потому что внутри палатки все подробно снять у меня не получится. Поэтому сверху футпринта стоит палатка. Что мы делаем дальше? Дальше мы пытаемся повысить теплоизоляцию нашего спального места подручными средствами, которыми мы не пользуемся во время нашего сна. Такими как рюкзак, он также будет служить частью нашей спальной системы. Его я укладываю в ноги, как это и было в летней спальной системе. Сидушка, ночью она нам тоже не нужна, а вот дополнительной теплоизоляции она нам подкинет. Сидушку я укладываю уже где-нибудь в район почек. Такие важные места нужно оберегать получше. Двигаемся дальше. Теперь можно стелить коврик. В своей зимней спальной системе, если по-настоящему уже наступили холода, я обычно использую два коврика. Первый слой это обычная пенка, пенополиуретановый коврик. Его я кладу под низ, поверх рюкзака, сидушки, футпринта. Это у меня получается базовый слой. На мой взгляд обычного коврика пенки для зимы недостаточно. Он не создает нам необходимой теплоизоляции. Поэтому я использую второй ковер. Это надувной ковер ThermoRest NeoAir X-Therm. Я просто рассказываю о своей спальной системе, о том снаряжении, которым пользуюсь сам. Ковер этот надувной. Он обладает высокой теплоизоляцией. Что-то в районе 6 R-Value. На самом деле он не нуждается во всех этих фокусах. Типа рюкзаков под низ, дополнительных ковриках. Его можно постелить прямо на снег. И вам в принципе относительно будет тепло. Но я все равно предпочитаю делать спальную систему по максималкам, чтобы мне было тепло и комфортно. И чтобы мне ночью не нужно было думать, как себя утеплить. Вы видите, что благодаря рюкзаку, как и в летней спальной системе, ноги у нас получаются чуть-чуть приподнятые, под небольшим углом. Это позволяет ногам лучше отдыхать. Они не так сильно оттекают. Кровь от них оттекает. И получается, что ноги у нас отдыхают лучше, когда они немножко приподняты. Со спальниками сложная история. Я зимой предпочитаю два спальника вместо одного. Не всегда удобно покупать один большой супертеплый зимний спальник. Во-первых, такие спальники зачастую дорогие. Во-вторых, такие спальники зачастую очень объемные. Неудобно складывать рюкзак, когда у вас очень объемный спальник, который занимает пол рюкзака. Когда у вас два спальника, это делать гораздо проще. Можно их распихать в разные отделы рюкзака. И получается компактно и удобно. В-третьих, по-настоящему теплый зимний спальник стоит достаточно дорого. Это прям серьезно бьет по карману. Это, наверное, один из самых дорогих элементов туристического снаряжения. И в-четвертых, зимний спальник нужен нам достаточно редко. Потому что зимою в походы мы ходим не так часто, как в теплое время года или в межсезонье. Поэтому большую часть года зимний спальник будет пылиться где-нибудь у вас на антресолях и занимать место. А два средних по теплоте спальника можно использовать летом, осенью, весной. Причем с кем-нибудь еще поделиться, скажем, со своей второй половинкой или с товарищем по команде. Поэтому я использую два спальника. Точнее, в этом году я перешел на еще более интересную систему. Это спальник и квилт. Получилось еще более круто по комфорту. Плюс экономия в весе. Сейчас все покажу и расскажу. Первым в своей спальной системе я использую квилт от Rockfront. Это пуховый квилт. Видите, что он совсем небольшой. Не сравнится с большими зимними спальниками. Это, получается, внешний слой моей спальной системы. Он имеет множество полезных функций. Первое, и, конечно, самое главное, это утепление спальной системы. Это часть моего спальника. Вторая функция – это конденсатник. То есть он защищает основной теплый пуховый спальник от конденсата. Что такое вообще квилт от Rockfront? Это простыня. То есть с одной стороны у нас получается такая тонкая-тонкая простынка. Здесь нет утеплителя. А с другой стороны у нас спальник. Получается у нас спальник без той части, на которую мы ложимся спиной. Это сделано в пользу того, что зачастую утеплитель спрессовывается под весом нашего тела и, в принципе, перестает нас греть. Как бы получается экономия веса. Благодаря этой простыне мы не съезжаем с ковра. Сейчас я все покажу. Вот так все это дело выглядит. Снизу у нас получается простыня, в которой убирается надувной ковер. Сверху квилт, который нас дополнительно греет. Плюс это очень широкая конструкция. Внутри очень много места. И это на самом деле важно. Это очень важный момент, который нельзя упускать, когда пользуетесь спаркой из двух спальников или квилтом и спальником. Потому что если внешний слой будет узкий, то он будет спрессовывать утеплитель внутреннего спальника и он будет меньше вас греть. Поэтому важно, чтобы внешний слой был широкий и не сдавливал спальник, который будет внутри. Пух на 870 Feel Power. Теплая штуковина. Для лета использую как основной спальник. Зимой использую как утепляющий слой. Получается мультифункциональное снаряжение. Если берешь просто теплый зимний спальник, он большую часть года у вас валяется где-то просто в шкафу. Основной спальник у меня тоже от бренда Rockfront. Очень нравится качество, которое выдают ребята. Высококачественный пух. 870 Feel Power с DWR обработкой. То есть пух не боится влаги. Если его намочить, ничего не будет. Поэтому я использую как бы пуховый спальник как конденсатник. Вау! Вообще безумие! Кто бы мог подумать, что пуховые вещи будут использовать как конденсатники. Но я так делаю. Если отправляетесь в продолжительный поход, там на неделю, две и более, в продолжительный зимний поход, его надо будет просушивать. Не всегда есть такая погода, поэтому, наверное, все-таки лучше сделать выбор в пользу синтетики. Но я зимой обычно в продолжительные походы не хожу. А 3-4-5 дней подобная система выдерживает и спальник не успевает промокнуть в хлам. Плюс, конечно, его всегда можно вывесить где-нибудь на солнышке. Даже в морозный день он замечательно сохнет и все получается круто. Так, основной спальник. Это тоже пуховой спальник, тоже от Rockfront. Здесь 600 граммов гусиного пуха, раздувается в огромную такую штуковину. И этот спальник на минус 11, у него лимит. У квилта, не помню, насколько лимит. В общем, в этой спальной системе я сплю до минус 15, абсолютно комфортно, никак не утепляюсь. Также не нужно забывать, что большое количество теплоизоляции мы получаем не просто за счет утеплителей спальника, за счет пуха, который там внутри набит, и за счет того, что они там вдвоем нас греют, а за счет того, что между двумя спальниками у нас также создается прослойка воздуха. Прослойка теплого воздуха, который мы нагреваем своим телом. И это очень важный момент, который сильно влияет на теплоту данной системы. Вот то, что у нас не один спальник, а несколько, и между ними прослойка, делает эту спальную систему по-настоящему теплой и классной. Что получается? Мы основной большой пуховый спальник убираем внутрь вот этой всей системы с квилтом. Вы, наверное, заметили, что в этой зимней спальной системе нет моего любимого конденсатника. Вот этой оранжевой штуки, которая защищает меня от влаги конденсатор. Здесь его нет, потому что зимой он работает плохо. При сильных минусовых температурах конденсат не успевает пройти через конденсатник. Не такая там высокая паропроницаемость. И он оседает на внутренней стороне и наоборот мочит спальники. Поэтому в качестве конденсатника я использую пуховый спальник. Наверное, лучше использовать синтетический, но пух тоже работает. Ничего страшного с ним не происходит. И пух лучше пропускает влагу, лучше пропускает конденсат, который исходит от вашего тела. А это, собственно, зимою основной источник конденсата. Потому что воздух зимою обычно не влажный. Если стоит мороз, он наоборот сухой. Сплю я в этой спальной системе в термобелье. Термомайка, термоштаны. Также использую такую вещь, как чуни. Вот у меня такие тинсулейтные чуни, старые добрые от Баск. Не самые теплые, но как бы они мне дороги, как память. Проверены временем. Очень много походов я с ними отходил. Также пользуюсь подобным шлемом, который дополнительно утепляет голову. Спать в шапке неудобно. А капюшон иногда во сне может съехать куда-то на бок. У вас открывается ухо и это место может замерзнуть. Очень удобно, ни при каких условиях у вас уши, голова не будет раскрываться и не замерзнет. Плюс не так сковывает движение, как шапка или какой-то капюшон от пуховки. К слову, по поводу ботинок. Зимой ботинки я стараюсь класть внутрь палатки, потому что снаружи они сильно промерзают. Особенно если ноги у вас спотели или вы где-то умудрились зимой подмочить ботинки. Они с утра просто дубовые и очень некомфортно ходить в такой обуви. Я убираю ботинки внутрь палатки. Иногда кладу их под ноги, чтобы они не совсем уж замерзали. Застегиваемся. И дальше застегиваем наружный квилт. Вы видите, что здесь еще даже остается место. Это очень важно, чтобы внутренний спальник мог распушиться. Поэтому мне очень нравится подобная спарка именно с квилтом. Со спальником не так хорошо выходила. Тоже работало. Я пользовался двумя спальниками. Типа брал один пуховый, один синтетический. Но так выходит круче. Так, забыл еще один важный бонус рокфронтовской системы. Там есть отдел под подушку. То есть мы можем снять пуховку. Уложить ее в этот отдел. И получить объемную комфортную подушку. Которая плюс не отнимает место у нас на коврике. Она лежит, получается, отдельно. Классная штука. Из нюансов также могу посоветовать зимой убирать фонарики, телефоны, навигаторы, пауэрбанки. Все, что работает от батареи и аккумуляторов внутрь спальника. Иначе с утра вы можете обнаружить, что вся ваша техника разрядилась. Потому что аккумуляторы на морозе садятся. Есть такая вещь. Поэтому советую всем брать спальники с карманами внутри. На самом деле очень удобная штука. И зимой прям необходимая. Такая вот история. Надеюсь, вам была интересна моя спальная система. Так вот сплю буквально первый сезон. До этого спал с двумя спальниками. Очень нравится вот эта спарка с квилтом. Я прям в восторге. Кстати, есть промокод на скидку урокфронтов. Чайкин промокод. И получайте скидочку. Пусть вам будет полезно. Такая вот история. Если понравилось, ставьте лайки. Комментируйте. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписались. Как такое вообще возможно? И конечно же, ходите в походы зимой в том числе. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!